Государственные награды сибирякам. Сегодня в областном правительстве вручали знаки отличия, ордена, медали за добросовестный труд на благо Отечества и региона. Особые достижения и преданность профессии. Рассказывает Николай Сальников. Лев Замарадский учащийся. Отличился тем, что помог другим ребятам стать студентами вузов, о которых они мечтали. Молодой новосибирец организовал прием обращений от выпускников, которые жаловались на необъективный отказ в присвоении медалей. Перенятые заявления рассматривали в региональном Минобре. Таким образом удалось реабилитировать три десятка школьников. Медали и предлагающийся к ним аттестат о среднем общем образовании с отличием дает возможность для поступления в вуз дополнительно от одного до десяти баллов к баллам ЕГЭ. Из трех предметов, которые эта сумма складывается. И конечно же при сегодняшней конкуренции, особенно на бюджетные места, где конкурс достигает порядка сорока человек на место в некоторых вузах, каждый балл действительно на счету. В числе награжденных и двое несовершеннолетних новосибирцев, спасших, утопающих. Ребятам вручили дипломы и специальные нагрудные знаки Всероссийского общественно-государственного фонда, социально-культурных инициатив «Горячее сердце». Георгиевский орден за вклад в науку получил естествоиспытатель Василий Фомин. Мне очень приятно, что сейчас вся власть, начиная с верхних наших, к науке обращается и повернулась лицом. Вы вспомните, посещение Путина последнее. Он сделал указания, и мы эти указания должны выполнить. Они не простые, они сложные, но с нашей властью, мы люди сложные, трудные, с нами трудно жить, но мы нашей власти, если будем помогать, чтобы эти поручения, которые дал президент, мы должны выполнить. По словам главы региона, сегодня героем нашего времени можно считать того, кто улучшает жизнь хотя бы части общества. И неважно в какой отрасли – спорте, науке или сельском хозяйстве. Практически ни один наградной указ главы государства не обходится без того, чтобы в списке награждаемых не было нашего земляка. Жители Новосибирской области – это и дополнительное подтверждение, то есть навчимость того вклада нашего региона в развитие страны, который имеет историю и сегодня подтверждается. Ну и подтверждение того уникального потенциала, того особого характера, сибирского характера наших людей. Всего в зале правительства сегодня вручили 11 госнаград Российской Федерации и 34 от региона. Николай Сальников, Алексей Погодин. Новости ОТС.